Добро пожаловать на очередной выпуск программы обзора недели. В этом эпизоде мы рассмотрим три темы. Первая касается незаконного приговора одному из армянских военнопленных, содержащихся в бакинской тюрьме. Затем мы перейдем к информации о военных учениях США и Армении, прошедших в прошлом месяце. Мы завершим комментариями о признании Армении палестинской государственности. Несколько недель назад 62-летний житель Арцах Рашид Бегларян, который был похищен азербайджанским режимом 2 августа 2023 года, был приговорен к 15 годам тюремного заключения на основании сфабрикованных обвинений. В прошлом году Бегларян, по ошибке, перешел из неоккупированной части Арцаха в оккупированной и был арестован режимом. Все это абсурдно. Этот человек гражданское лицо, которое не имеет никакого отношения к каким-либо процессам. Его пленение в очередной раз выявляет гнусную суть режима в Баку. Новость здесь не в том, что Армения подвергся несправедливому судебному преследованию по какому-то бессмысленному делу в Баку, а то, что со стороны нашего правительства не последовало никакой реакции. После вынесения приговора я искал какую-либо официальную реакцию со стороны нашего правительства иностранных дел и связанных с ним лиц, но ничего подобного я не нашел. Это позор. Перед нами полностью невиновный армянин, приговоренный к пожизненному заключению в одном из худших режимов в мире и ноль реакций. Это свидетельствует об отношении нынешнего правительства к военнопленным в целом, самым известным из которых является Рубен Варданьян. Я думаю, что из-за их молчанием стоит определенная логика, если они будут слишком агрессивно поднимать вопрос незаконно удерживаемых военнопленных и заключенных, это каким-то образом нарушит или будет использовано в качестве предлога режима Баку, чтобы не подписывать фиктивное мирное соглашение. Реальность в том, что мирного соглашения не будет. Я думаю, что люди в нашем МИД, в высших эшелонах нашего правительства это знают. В лучшем случае мы движемся к стадии холодного мира. Мира, который будет возможен только за счет дальнейшего укрепления наших оборонных возможностей. И что не менее важно, систематической криминализации, делегитимизации и маргинализации режима Баку. Незаконно удерживаемый в застенках Баку армянской военнопленной на самом деле являются оружием, которое можно агрессивно использовать в политике для уничтожения имиджа режима во всем мире. Продолжение темы. По утверждению режима Баку, он пригласил министра иностранных дел Армении на КОП-29. Саммит ООН по климату, который состоится в ноябре в Баку. Не уверен, что это приглашение будет принято. Есть множество технических причин. Но давайте предположим, что это произойдет. Баку это делает для того, чтобы показать миру, что это саммит мира. Это то, о чем они в последнее время твердили. Превратить КОП-29 саммит мира. Но их реальная цель заключается в том, чтобы армянский высокопоставленный чиновник посетил Баку и распивал шампанское с международными гостями. Пока армянских заключенных пытают в тюрьмах Баку. Я не против того, чтобы мир за ям поехал в Баку. Но должно быть только одно условие. Да, давайте сделаем КОП-29 саммитом мира. Но я приеду туда только в том случае, если вернусь со всеми военнопленными. В противном случае, это не что иное, как фарс. Перейдем ко второй теме недели, к широко обсуждаемым военным учениям США-Армении, прошедшим в Армении в прошлом месяце. Сначала я процитирую заявление командования США. Eagle Partner предназначен для повышения взаимодействия между Соединенными Штатами и Арменией во время операций по поддержанию мира и стабильности. Это заявление, скорее всего, скрывает больше, чем раскрывает. И это типично для подобных заявлений. Эти учения практически не имели ничего общего с миротворческими операциями. На бумаге учения якобы проводились Национальной гвардии Канзаса, который уже много лет является партнером армян в подобных учениях. Но за последние два года эти отношения были выведены на новый уровень. Насколько я понимаю, на учениях присутствовали рейнджеры и спецназ США вместе с Национальной гвардией Канзаса и другими. Мы также знаем, что в этом году учения были гораздо масштабнее, чем в прошлом году. Примечательно, что параллельным учениям в Армении и США отменили аналогичные учения в Грузии, которые проходили в течение многих лет. Это связано с ухудшением отношений США и Грузии. Самое главное, что сразу после этих учений было объявлено, что в нашем Министерстве обороны будет размещен постоянный американский советник по процессу реформирования наших вооруженных сил. Приходим к последней теме недели. Признанию Армении палестинской государственности. Пару недель назад Министерство иностранных дел Армении объявило, что Армения присоединяется к европейским странам в признании палестинской государственности. Это стало большой международной новостью. Причина, которая огласила Министерство иностранных дел Армении, заключается в том, что Армения поддерживает принцип двух государств для установления долгосрочного мира между евреями и палестинцами, живущими в Израиле и Палестине, что по сути является общепринятой мировой позицией, разделяемой большинством стран в мире. Этому решению последовала скоординированная атака в азербайджанских СМИ. И признание Армении палестинской государственности было связано с антисемитизмом, что, конечно же, абсурдно. Прозвучала очень согласованная, позитивная реакция многих арабских стран. Очевидно, скоординированная, учитывая источники оперативных заявлений. Есть несколько вероятных причин этого решения, хотя у нас нет 100% подтверждения фактов. Один из факторов — Иран. С момента подписания стратегического партнерства между США и Арменией, я думаю, в иранском правительстве было определенное недовольствие. И это признание является небольшим жестом в сторону Тегерана. Это очень важно в контексте устойчивых поставок индийского оружия, которые должны проходить через Иран. А иранцы постоянно находятся под давлением русских, которым нужно, чтобы поставки задерживались, а мы оставались слабыми и уязвимыми. Так что с иранской стороны есть подобные нюансы. Это также может быть сигналом миру о том, что у нас есть собственный голос, и независимость в действиях как с друзьями, так и с врагами. Интересен также тот факт, что признание Армении палестинской государственности получило гораздо больше внимания в прессе, чем аналогичные действия других стран. И я думаю, что это может быть связано с нашей историей. Наш голос по таким вопросам имеет гораздо больший вес, чем голос других стран в Европе. Второй примечательный момент – это очень конкретный месседж, который поступил от израильского государства и его союзников, выступающих против признания Армении палестинской государственности. Их аргумент заключается в следующем. Как армянская нация, пережившая геноцид, может вознаградить Хамас признанием за его зверства 7 октября в Израиле? Очевидно, что это не соответствует действительности. Произошедшее отсылает нас к периоду незаконного вторжения в Арцах в 2020 году, когда Израиль предлагал помощь армянским беженцам, которую наше правительство отвергло, сопроводив этот шаг следующим заявлением. Как народ, переживший Холокост, мог способствовать геноциду в Арцахе? После этих слов со стороны Израиля последовало полное молчание и подозреваю, что то же самое будет с нашей стороны по поводу их жалоб сегодня. В заключение по данной конкретной теме я не буду перечислять десятки причин, почему жалобы израильского государства не найдут отклика в Армении. Я бы просто сказал нашим израильским друзьям, что у нас есть 120 тысяч причин игнорировать их жалобы по данному конкретному вопросу. Спасибо, что присоединились к обзору недели. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...